Семья Козловых подсчитывает ущерб. Главный источник доходов – машина «Форд Транзит» уже второй день стоит во дворе. Всему виной мирно лежащая рядом береза. Дерево упало именно непосредственно на крышу, прокатилось тут, сломало лобовое стекло, зеркало, повредило капот. Дерево упало как раз туда, где ходят люди. И если бы происшествие случилось днем, то жертв вряд ли удалось бы избежать. Андрей Козлов сразу позвонил в полицию. Там обещали разобраться. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы отдела МВД России по Розаевскому муниципальному району, которые собрали материал проверки. По данному факту назначена экспертиза. Несмотря на привлечение полиции, дело с места до сих пор не сдвинулось, не сдвинулось и дерево. Но самое интересное в этой истории то, что ЖЭО, ответственные за придомовую территорию, находится по соседству. Им дерево мешает не меньше, чем остальным жителям дома. Попытать счастье и поговорить с коммунальщиками решили и мы. Конструктивного диалога не получилось. Ерундой не занимайтесь, сюда мне никого не водите. Ерундой не занимайтесь. Вы камеру не трогайте. Вы мастер, у вас на территорию упало дерево. Почему оно там лежит? Потому что, когда дадут команду нам на спил, мы несколько раз задавали вопрос. Пока дело не прекратится, не узнают виновных. Дерево убирать не будем. Но вот в полиции говорят обратное. Указаний не убирать дерево до окончания дела производства не было. Все необходимые для экспертизы материалы были собраны накануне. В ЖЭО запутались и в собственной работе. Это кто-то спилил самовольно. Ну как же, говорят, что месяц назад проходили здесь работы. Не месяц, а полтора назад. Но упало дерево. Вчера спилили. Позавчера, вернее, ночью спилили дерево. По словам пострадавшего, дерево было подпилено раньше, когда на территории их двора проводили работы по спилу растений. Но нагрузку ствол не выдержал только сейчас. Оказалось, что не все работники ЖЭКов против общения. Получить развернутые комментарии от представителей коммунальных служб нам все-таки удалось. Мы приняли решение с главным инженером, что убирать все-таки, наверное, сами будем. На сегодняшний день у нас специалисты задействованы на работах. Я думаю, что предположительно сегодня, завтра это дерево мы уберем. Дерево и правда, скорее всего, скоро уберут. Но вот добиваться компенсации семье Козловых придется через суд. Анастасия Турусова, Константин Соколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин